Насколько это геморрой работать с вашим перцем? Я сейчас все объясню. Когда мне втирают, что кто-то воспитал множество детей, я задам вопрос. А как? То есть, о чем мы говорим? Либо вы работали и к воспитанию относились так себе, либо вы работали для ребенка, и тогда это воспитание. Я работаю для ребенка. Встаю рано, ложусь поздно, устаю как суслик. А так еще идиотская работа на рынке порноуслуг. Потому как другими эпитетами работу ТВ сейчас и не назовешь. Хотя по сути все-таки мы куртизанки. Я-то хоть общаюсь с дебилами, коих 95% в бизнесе. Они хотят круто и бесплатно. Я говорю круто и бесплатно, и это только ТНТ и СТС. Там впендярит говно, а вы за него и заплатите. Ну да ладно, сегодня о ребенке. Начнем. Утро с девяти. Далее в 10.30 переезд на пение. Далее английский. Далее гимнастика. Далее школа. Далее плавание. Далее борьба. Далее карате. А далее спать. Круто. А то. По бензину просчитать или вы сами поймете. И где-то рядом сраное общение с тем самым говном из 95% идиотов. Да, это пипец. Но это работа для ребенка. Чтобы он годы спустя был круче всех. Я не буду вам втирать, как вы воспитываете сына. Хотя вам понять надо. Я воспитываю, а вы существуете с ребенком. Но образование для моего сына с самого начала это изо. То есть рисование. К слову о том, что вы видите. Все заставки в мою передачу, как и многие, да и больше рекламные ролики, делал естественно я. По сути все рекламные ролики делал я. Я скажу честно, в 3D графике за 23 года я разбираюсь на 40%. Круче только 3 человека в городе. Я перед ними снимаю шляпу. Но как правило у этих трех людей была база. Они получили хорошее образование в школах. Да и закончили их. У меня проблемки. Я этого не делал. Но это делает мой сын. И вот такое качество уже есть. Почему он сюда пришел? Потому что папа сходил, чтобы я 3D графики занимался, правильно? Папа недавно сделал 3D графику, да? Спрашиваешь, ты как это должно быть справа-слева, да? Нет, да. Что ты сказала? На ногах тоже слишком слева. И у папы хорошо получилось? Да. То есть ты заобъяснил папе, да, как это делается? Да. Хорошо получилось? Очень хорошо. Молодец. То есть вместе и это хорошо. Жалко, конечно. Но это случилось. А так впендежь нашим уродам, которые сидят и не выдают нам правила жизни. Да, у меня забрали кусок мозга из левой части. Большой кусок, с кулак. Блин, вы идиоты. Мозг не восстанавливается. Ну, не восстанавливается. Таких, по сути, очень мало. Да, мы инвалиды. Естественно, группа 2. Какого хрена вы нам вписываете третью группу? Ни рука, ни мозг, ни нога не восстанавливаются. Да, мы можем работать. Но вспомним Этуша. Его комиссовали в 1943 году после ранения. И слава богу, он живет со второй группой инвалидности. Вы ничего не обнаглели там, козлы, мудаки, блин? На наши пенсии вы жируете. На наши пенсии вы возводите мандюали и олимпиаду. Не свои деньги вы тратите. Вы свои типа на тот свет унесете. Хотя я знаю правила нескольких стран. Отдав многое, ваши дети все просрут. А вы уйдете не голышом. Голышом вы сюда пришли. Но максимум с собой это 10 тысяч долларов. Ваш упокойный костюм. Больше он не стоит. Хотя некоторые хотят жить круче. Но вы не верите в Бога. Бог сказал, живите здесь правильно. Давайте всем грамотные знания. Не грешите и получите то существование, о котором мечтать человеку не приходится. Воровство и корость это совсем не те правила. Совсем не те.